Диваны, которые никак не доедут до своих покупателей. С этой проблемой столкнулись краснодарцы, которые решили приобрести товар в первом мебельном. История-то тянется уже полгода. Деньги заплатили, а товар не получили. Брошенные покупатели обратились к нам в редакцию. Татьяна Леонова встретилась с краснодарцами, которые до сих пор не получили диваны у закрытых дверей магазина. А потом пообщалась со специалистами из Роспотребнадзора и сотрудниками полиции. И узнала, какие теперь меры они предпримут в отношении владельцев первого мебельного. Был магазин и нет магазина. Сейчас ролеты опущены, украшают, вывеска не работает. А вот покупатели, которые так и не получили товар, остались. Совсем недавно здесь продавали мебель на любой вкус. Кстати, цены были средними в городе. Галине Красовской приглянулся диван коричневого цвета. Устроила и цена – 29 990 рублей. Купила она его еще в августе прошлого года. Сразу внесла предоплату 5 тысяч рублей, а спустя 10 дней – оставшуюся сумму. Согласно договору, диван должны были привезти в конце сентября. Но доставку все время откладывали и находили отговорки. Сначала сказали, пружинный блок не подвезли, потом они не успели, потом у них станок сломался, потом рабочие уволились и так до бесконечности. Я теперь уже созвонила с людьми, которые попали в такую же ситуацию, им говорили точно то же самое под копирку. Такие же отговорки приходилось слушать и доверителю Михаила Клыкова. К адвокату потребитель обратился в конце прошлого года, а до этого пытался решить проблему самостоятельно. Но это ни к чему не привело. Пока мой доверитель ко мне не обратился, речь шла о примирительных процедурах. Такие моменты претензионные были соблюдены. Кроме обещаний и каких-то вразумительных действий, конечно, ничего не было. В настоящее время индивидуальный предприниматель отсутствует. Будем его разыскивать, чтобы удовлетворить все требования моего доверителя. Но как связаться с индивидуальным предпринимателем, нарушившим условия договора? Ведь не получается дозвониться даже по телефонам, которые оставили здесь на закрытых ролетах магазина. Галина рассказала, что они отключены уже полмесяца. Магазин закрыт, висят телефоны. Один недоступен, второй заблокирован. Попробуем сейчас всем набрать. Набранный вами номер временно заблокирован. То есть заблокирован, да? По вопросам доставки не дозвониться. Это юридический отдел. Спустя полгода пустых обещаний терпения у Галины лопнуло. Она обратилась в Роспотребнадзор по Краснодарскому краю. Как оказалось, это не первое заявление именно на этого индивидуального предпринимателя, а 50-е. Причина обращения одна. Здесь не идет речь о качестве мебели, о ненадлежащем качестве. Речь идет о неисполнении обязательств по срокам доставки предварительно оплаченного товара потребителю. В общем-то ситуация простая, но имеет непростые последствия для потребителей. По решению суда Галина, ответчик ИП Русанова, должна будет выплатить около 80 тысяч рублей. В силу это решение вступит 28 марта, если не будет обжалована. Если после этой даты Галина не получит свои деньги, дело передадут уже судебным приставам и разбираться с долгом будут они. Аналогичные заявления поступают не только в Роспотребнадзор, но и в полицию города. С начала этого года уже 15 обращений. В настоящее время по данным фактам проводится разбирательство, назначена аудиторская проверка финансовой деятельности данной организации, по результатам которых будет дана правовая оценка действиями индивидуального предпринимателя. В случае установления факта умышленного неисполнения взятых на себя обязательств в отношении предпринимателя может быть возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество». По этой статье грозит до пяти лет тюрьмы. Ну а пока будьте внимательны. По нашим данным, в Краснодаре в крупных торговых центрах ИП Русаново все еще работает. Там продают мебель по образцам со стопроцентной оплатой по договору, который, как выяснилось, не торопятся соблюдать. В одном торговом центре магазин опечатан, но в другом, возможно, диваны, которые так и не доходят до своих покупателей, все еще продают. Татьяна Леонова, Вадим Жалеев и Юлия Дейнега. Телекомпания «Краснодар». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.